Кто из вас помнит историю, которая на иврите называется Акеда? Знаешь, что такое Акеда? Кто не знает, что такое Акеда? Никто не знает. Кто знает, что такое Акеда? Акеда – это с иврита значит связывать. Помните, Авраам связал своего сына. На праздники определенные в Израиле читают Акеду, на Рошешана, на праздник Труб, на Новый год читают Акеду. Это традиционная Акеда. Это 22 глава книги Бытие. И помните там историю, Авраам его поднимает на гору, связывает Акед, хочет заколоть, ангел его останавливает. И это 22 глава. Откройте, пожалуйста, 22 главу Бытия. Открыли? Глазами просмотрели? И сейчас посмотрите 23 главу Бытия. Она начинается. Жизнь не ссарена, правильно? Как начинается 23? Какая связь между Акедой, в эти моменты связывания, развязывания Ицхака, и вдруг Священное Писание, вдруг как будто перескакивают на жизни Сариной было сколько лет? 27 лет. Теперь я хочу задать такой вопросик. Кто из вас знает, сколько лет было Ицхаку, когда его вел Авраам на заклание? 30 с небольшим, 20 с небольшим. 13 кто-то сказал. Сколько? 13 лет. Брат в Соединенных Штатах стоит на 13 лет. 40. Ростов, ваше мнение. 30 с Гаком. С чего вы взяли эти слова? 27 лет. А с чего вы его 27? 100 лет он написал в Адвилове. Сару. Окей. Сару родила его в 90 лет. Сару родила его в 90 лет. Она родила в 127. Она не родила в 127. Окей. 30 с Гаком. Окей. Смотрите. Все начали спорить. Я, допустим, читая Мидраж какой-то, могу прийти к каким-то... Может, это не 100% не разрушить, не построить мою веру. Но картина будет более закрыта. Есть Мидраж на эту тему? И Мидраж рассказывает. Вот это вот карта какой страны? Ну, примерно. В которой мы живем, да? Правильно? Вот здесь вот находится Хайфа. Вот здесь вот находится какой город? Вот здесь находится какой город? Иерусалим. Нацер где-то здесь. А здесь какой город находится? Биершев. Правильно. Абраам живет в Биершеве. В Иерусалиме. На иврите написано. И именно там к нему говорит Господь. Ты должен заколоть, принести мне в жертву этой, там, где я тебе покажу своего сына. Какое место он показывает ему? Иерусалим. Иерусалим, гора Муреа. Кто знает сколько километров между Иерусалимом и Биершевой? Кто здесь служил в десантных войсках? Это марш-бросок. 120. Меньше. Не-не-не. Я думаю, километров 60. 60-70 километров. Ну, не важно. Не так важно, но не важно. Короче, они собираются, бершевы до Иерусалима, они собираются, идут туда с осликов, еще пару человек с ними, и лейзеры. Они поднимаются туда, и Медраж вдруг начинает рассказывать. Наутро Сара спрашивает, где мой муж ушел? Где мой сын ушел с твоим мужем? А она женщина непростая. Скажем так, пророческая. Были моменты, когда Аврааму сам Бог говорит, Сару, слушай, помните? Почему? Потому что она пророческая. И она чувствует, что-то здесь заваренное. Она начинает допрос с пристрастием. Ну, я шучу. Но начинает трясти. Они говорят, он пошел в жертву приносить своего сына. Она говорит, моего сына, я его так долго ждала. Седлает ослика и двигается вслед за ними. Но промахивается. Вот здесь вот, возле Иерусалима, совсем недалеко, есть городок, который называется Хеврон. Она приходит в Хеврон, не находит Ицхака, и от скорби умирает. Сердечный приступ. На месте. Это рассказывает Медраж. Теперь смотрите. Если ей было 127, в 90 она родила. 37 лет. Значит, 36 лет было примерно Ицхаку. Это показывает очень интересную вещь. Смотрите, Медраж нам как бы раскрывает какую-то картину, которую мы, может быть, до этого не видели. Видели только в супер книге «Маленький ребенок», который говорит, да, папа, нет, папа. А по сути мы видим взрослого мужика, который добровольно идет на заклание. И это является стопроцентным имиджем, образом нашего Спасителя, Машееха. Добровольно идет и делает что-то. История, если вы хотите узнать эту историю дальше, Авраам с Ицхаком живым возвращается назад. Нету Сары. Но сейчас он уже знает, куда идти, потому что там были слуги, сказали, куда она направилась. Он приходит, находит ее в Хевроне мертвую. И он идет к людям, живущим в Хевроне, и начинает говорить, дайте мне место для погребения. Это как раз этот текст там говорит. И там эти ребята, ему говорят, да возьми... Начинаются восточные торги. Как вы сегодня торговались насчет цацок? За 40% она вам пообещала, правильно? Мы сегодня были в Акку, и там нужно было что-то купить. Она просит столько, это 40% она скидывает. Да что это ерунда, земля моя, твоя, не понимает, можешь так брать бесплатно. Авраам говорит, нет, деньги заплачу тебе. И он заявляет ему цену. Сколько? 400 сиклей серебра. Кто знает, чему равна зарплата тогдашнего рабочего в год? 8 сиклей. В год? Сколько нужно было работать? 50? 50 лет за место погребения. Авраам молчит. Рассчитывается, потому что другой мидраж говорит, он знал, что в этом месте Господь в свое время похоронил Адама. Как это связано, тяжело понять. Но какие-то вещи мы можем воспринять, какие-то вещи можем сказать, это, наверное, домыслы или изыскания, но какие-то вещи, по крайней мере, в поступках Ицхака, для нас становятся понятными. И становится понятным один очень интересный псалом, который говорит такие слова, что «Ибо драгоценно в глазах Господних смерть их». Правильно, смерть святых Его. Знаете, Сара, конечно, умерла. Но Аврааму была обещана земля. До этого момента он даже квадратного метра легально не получил. А здесь он за большую кучу денег покупает легальный кусок земли, как будто столбит ее. Это опять-таки мессианский сильный прообраз. Ешуа. Крест. Смерть. Столбление. Победы. После которого следует воскресение из мертвых. То есть некоторые люди говорят, чур-чур, чтобы я только этот мидраж не слышал, не хочу знать, это все байки иудейские. Некоторые вещи дополняют. Нам не нужно бояться дополнений. Один очень известный учитель сказал, я считаю его очень известным и серьезным учителем, его зовут Йосиф Шулом с Иерусалима. Он когда-то сказал такую фразу. Он сказал, есть два вида рыбной ловли. Кто здесь ловит рыбу? Прошло. Есть люди, которые любят стоять на берегу, желательно озеро, и ты забросил, но вытащил. Можно даже вот такую вытащить. А можно взять лодку, пойти в море, подвергнуться опасности, но там есть возможность споймать что-то большое. Ты можешь быть рыбаком, который с берега забрасывает, не подвергается опасности, ни в чем не копает. Можешь пускаться в плавание. Вы со мною? Я прочитаю один псалом. Это еще не тема сегодняшнего дня. Но она опять-таки немножко мидрашистская, поэтому я вам прочитаю его. Это, если я не ошибаюсь, 123-й псалом. 113-й, прошу прощения. 113-й. Откройте со мной первые стихи. И здесь написаны такие слова. «Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынью его, Израилю владением его, море увидело и побежало». Как можно понять эти стихи? Почему? Ну, попробуйте. Ну, давайте. Мы размышляем слух. Правильно. Через Красное море был совершен переход, море увидело и побежало. То есть, это реальная история. Правильно? Но здесь какая-то фраза непонятная. «Иуда сделался святынею его». Каким образом? Почему Иуда? Почему не Виньямин? Почему не Ефрем? Почему не Монасия? Почему Иуда? Медраж рассказывает, Медраж рассказывает, что когда Моисей простер жезл, ничего не изменилось. А один из лидеров колена Иуды, его имя Нахшон, кинулся в воду. И когда он пошел в воду, просто рывком написано, «Воды увидели и побежали». То есть, только одной палочки Моисея было недостаточно. Должен был быть смелый поступок кого-то из людей. «Как часто в нашей жизни мы имеем мудрую мысль, но если у нас не хватает, шага, ничего не изменится». Опять-таки, я использовал Медраж, чтобы пояснить. Можно подвести, подставить под это сомнение, но какие-то вещи, ну, по крайней мере, заставляют задуматься, а кому-то и укрепляют веру. Вы со мною? Все, возвращаемся к теме.